Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбл Макс, и в этот раз мы с вами посмотрим первую распаковку нового геймпада от Xbox Series X и S тоже. Буквально несколько часов назад появился ролик с распаковкой нового контроллера, я без понятия, каким образом ребята его получают, просто недавно сливали фото, а в итоге уже записывают видео с этим геймпадом. В общем, давайте посмотрим. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, ну и напишите в комментариях, как вам геймпад. Так, ну теперь точно погнали. Че-то какое-то затянутое начало, мне кажется. Очень затянутое начало видео. Кстати, походу, эту коробку и сливали на фото. Кстати, еще интересно то, что на коробке теперь, видимо, пишется цвет геймпада, типа Robot White. Не знаю, конечно, на всех ли его будет писаться в коробках, но все же. О, вот теперь интересненько. Ну, в принципе, коробка мало чем отличается. Вот, единственное новое в коробке, это вот показ стиков, крестовины. Короче, боковая сторона, я, кстати, даже возьму сейчас коробку, чтобы сравнить. Да, они немножко изменили дизайн коробки, потому что вот так вот коробка выглядит от обычного Xbox One. В итоге вот так вот будет выглядеть от нового. Но это мелочи. Так, все. Это уже подтверждение того, что все-таки эсп существует. Как бы фото-фотка, но это видос, и значит это 100% эсп существует. Отлично, идем дальше. Давай, раскрывай его. Какой он маленький и милый. Ну, кстати, мне кажется, что это... О, сейчас слышали, да? Ну-ка, еще раз. Блин, вот мои опасения, на самом деле, немножко подтвердились, что крестовина все-таки немного шумная. Просто если сравнить крестовину от геймпада Xbox One, то она не такая шумная, как эта. То есть, слышите, да, приглушенный звук, а вот новая крестовина, она, походу, будет такая же громкая, как вот эти вот кнопки. Это как бы, понимая, что это мини-придирка, но просто как сам факт, блин. Немножко фигово, но ладно, идем дальше. Кстати, здесь видны пупырки, которых не было на геймпаде Xbox One. Я не знаю, как они будут чувствоваться, но, как по мне, это немного прикольное улучшение данных курков. Вот, опять же, посмотрим, как будет играться. Также мы здесь можем увидеть, скорее всего, Type-C, который был анонсирован в новом геймпаде, потому что здесь просто USB 3.0. Скорее всего, надо будет переходить полностью на Type-C и докупать всякие провода. Ну да, по шуму, походу, это такой же геймпад. Кстати, насчет батарейок. Я много видел комментариев о том, что люди сейчас негодуют, что идет 2020 год, а майки все еще, типа, заставляют людей играть на батарейках. И знаете, они не заставляют вас играть на батарейках. Вы можете спокойно докупить аккумуляторы. Просто дело в том, что они дают вам свободу выбора. Если вы не хотите играть на батарейках, вы просто можете, опять же, купить аккумуляторы. Оригинальные аккумуляторы Xbox или простые батарейные, там, аккумуляторы. Лично у меня есть такие, и знаете, они живут намного дольше, чем оригинальные аккумуляторы. Если же сравнивать данный ход с Sony, типа, блин, ну вот у Sony аккумулятор встроенный. Знаете, это на самом деле немножко минус, потому что, если у вас аккумулятор сдохнет, это нужно будет разбирать геймпад, и, ну, как по мне, это лишняя заморочка. Когда вам вот так вот предоставляет выбор, сунуть батарейки или же аккумулятор, как по мне, это намного лучше. Как бы, да, с точки зрения экономии это не очень, поскольку вам все равно придется что-то докупать. Но, опять же, это такая трата, которая идет на долгосрочную основу. Поэтому я ничего не вижу плохого в том, что вам дают возможность купить либо аккумулятор, либо батарейки, либо вообще играть по проводу. Кстати, парень немножко заморочился и влепил чуваков, чтобы не спалить серийники. Да, блин, он немножко шумный. Те самые батареечки. Ну-ка, ну-ка. Вот, кстати, единственная проблема и, опять же, загадка новой консоли в том, что на данной макулатуре почему-то не отображается Xbox Series S, который, в принципе, вроде как должен отобразиться. Все как бы ждали слив по этому видосу, но, опять же. Кстати, этот видос вообще вышел внезапно на каком-то ноунейм канале, и вообще непонятно, откуда он появился. У меня, кстати, есть некая теория, я расскажу о ней чуть позже. Давайте, к примеру, тоже достанем со старой коробки вот эту макулатуру и проверим, было ли в нем изображение всех видов Xbox. Потому что, может быть, мы зря паримся. Кстати, на самом деле нет. В принципе, это и не должно было быть, ну, чтобы показано было S. Потому что многие по этому поводу возмущались, что S не существует, потому что здесь ее нету на вот этой макулатуре. Но дело в том, что как бы здесь тоже нарисована S, если вы видите. То есть здесь не нарисован X, который, в принципе, должен быть нарисован. Поэтому все это фигня, и S на самом деле существует, поскольку есть указания на боковой стороне коробки. Так, идем дальше. Так, Game Pass Ultimate. На самом деле, можете не пытаться его заюзать, потому что данный видеоролик вышел где-то часов 9 назад, а то и больше, и его тысячу раз уже заюзали. Даже не беспокойтесь по этому поводу. Кстати, знаете, геймпад выглядит почему-то маленьким. Я не знаю почему, но просто выглядит немножко меньше, чем обычный. Ну так симпатный, симпатный. А вот сравнение с элиткой. Ну, кстати, знаете, на самом деле по размерам он кажется практически такой же, как и Xbox One. То есть без него он кажется меньше, а как идет сравнение, то он кажется таким же. Единственное, у нового геймпада почему-то кажется, что вот эти вот боковые стороны немножко отрезаны, и из-за этого он кажется полностью меньше. Но опять же, он, мне кажется, меньше, но ненамного. Прям ненамного. Кстати, вот если опять же присмотреться на вот этот ракурс, то в принципе стики все-таки немного отличаются. Вот если вы сейчас заметите, сейчас я вам покажу, даже не знаю, вот-вот-вот, видите, стики, они все-таки поменяли немножко, потому что здесь более углубленная такая тема, и с центральной точкой, а там она просто плоская. Опять же, нужно смотреть, как это будет ощущаться, но как по мне, это опять же прям чуть-чуть-чуть-чуть минус, потому что если бы они оставили такие стики, прям точь-в-точь, это было просто офигенно. Ну, может быть, и эти стики будут намного лучше. Посмотрим, короче. Да, они по сути очень одинаковые. Может быть, новый геймпад прям меньше, прям на чуть-чуть, и то незначительно. Просто майки говорили о том, что они сделали этот геймпад немножко меньше, для того, чтобы у кого маленькие руки, чтобы для них геймпад ощущался намного лучше. Так, это со свечом размер. Вот, кстати, как будто и похожий размер. Короче, на самом деле, прикольный мини-обзор и насчет теории, о которой я вам хотел рассказать в середине видоса. Знаете, если вы посмотрите внимательно на то, как сделан вообще видос, как построен ракурс, как вот это все снято, понятное дело, что парень немножко заморочился. Я не знаю, откуда исходник это видео, поскольку я нашел его вообще на ноунейм-канале, на котором там, я не знаю, 8 подписчиков. Вот. Но дело в том, что, опять же, повторюсь, парень заморочился. Он сделал минус серийники, то есть наложил картинку, чтобы серийный номер не пропалить, поставил офигенно свет, он настроил ракурс. И мне почему-то кажется, что это такой мини-дешевый пиар от самих Microsoft, что, в принципе, во-первых, откуда у простого парня оказался простой геймпад, это во-первых. А во-вторых, ноунейм-канал выкладывает довольно-таки неплохое видео по качеству, что, в принципе, наводит на мысль, что, ну, парень недалек от сферы Microsoft или от блогинга в целом. Вот. Поэтому, опять же, повторюсь, я не знаю, откуда взят этот видос, откуда исходит, но, как мне кажется, что это майки сами вот так вот тихонько пиарят геймпад и, возможно, серия S. Вообще, на самом деле, геймпад, он такой маленький, секостный, такой какой-то компактный, прикольный. И знаете, несмотря на то, что у него белые бампера, в отличие от хуановского геймпада, выглядят они все-таки довольно-таки неплохо. И когда вот он лежит отдельно, сейчас я вам покажу, ну, давайте даже вот этот кадр, он выглядит клево. Даже несмотря на то, что, опять же, нету выемки, клево. Просто клево. Просто, знаете, на фотках он казался какой-то простым, под свитчей, под кос, а вот на живом видео это довольно-таки прикольно. То есть... Да, такой мини-секостный геймпад. Короче, очень клево. Очень надеюсь, что с нами Microsoft поделится в ближайшее время намного больше информации. Кстати, поговорят, что они напрочь отказались от ведения шоу 2020. И то есть информация, они, скорее всего, будут делиться по мере ее поступлений. То есть через YouTube, через какие-то там мини-тизеры, через простые новости и так далее. В итоге будем ждать. В общем, пишите в комментариях ваше мнение по поводу этого геймпада. Как вы думаете, откуда этот ролик? Почему вообще ноунейм-канала появился данный геймпад и каким образом? И в принципе все. Если вам понравился видос, то ставь лайк, подписывайтесь на канал, пиши еще раз свое мнение в комментариях. И большое спасибо за просмотр. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok